Сегодня я хочу обсудить миф, связанный с метаболическим синдромом. Его называют синдром X. Это сочетание нескольких недугов. Центральное, то есть абдоминальное ожирение, гипертония, повышение глюкозы крови, высокие триглицериды, с инсулинорезистентностью, конечно, а также высокий уровень инсулина в крови. Это называется гиперинсулинемия, вкупе с повышенным уровнем мочевой кислоты. Мы автоматически считаем метаболический синдром чем-то очень плохим. Это болезнь. При этом врачи назначают много препаратов, делают много анализов. Это очень сложно, никто не знает причин этого. Но я изложу совершенно новую точку зрения на метаболический синдром и его связь с разновидностью сахара под названием фруктоза. Я считаю, что на самом деле метаболический синдром — это защитный механизм. Если посмотреть на нашу историю охотников-собирателей в ходе эволюции, мы увидим, что люди ели фрукты и ели мед, хоть и не так часто. А во фруктах и меде очень много фруктозы. Скажу пару слов о фруктозе. Это уникальный тип сахара. В нашем теле повсюду есть рецепторы, которые могут метаболизировать глюкозу. А вот с фруктозой всё иначе. Единственный орган, способный метаболизировать фруктозу, — это печень. И у фруктозы есть совершенно уникальные свойства, связанные с темой нашего разговора. Первое — она намного более липогенная, то есть она создаёт больше жира, чем другие виды сахара. Кроме того, фруктоза активирует гены жира намного сильнее, чем глюкоза и другие сахара. Давайте подумаем вот о чём. Какую пользу для выживания могло бы принести употребление фруктозы изредка в прошлом, когда люди пытались выжить в том окружении? Добывать пищу было трудно. И когда удавалось поесть фруктов или мёда, это помогало выжить. И это на самом деле согласуется с тем, что фруктоза делает в теле. Во-первых, она удерживает натрий. Какая от этого польза для выживания? Когда-то давно в рационе людей было не так много соли. Люди ели мясо животных, растения. В общем-то, люди ели всё, что могли. И, похоже, одно из интересных отличий рациона тех времён от нашего рациона состоит в том, что тогда люди ели намного меньше соли, то есть натрия, ведь он не был доступен. Натрий помогает удерживать жидкость в теле и предотвращает обезвоживание. А фруктоза помогает удерживать в теле натрий и соль, хлорид натрия, в которой есть натрий. И благодаря фруктам и мёду люди удерживали жидкость и избегали обезвоживания. На самом деле фруктоза стимулирует гормон вазопрессин, а это антидиуретический гормон. Он предотвращает потерю жидкости, помогает телу её удерживать. Это механизм выживания. Кроме того, в древности люди употребляли намного больше калия, чем сегодня. Они получали его просто из растительной пищи. Тогда как сегодня средний человек съедает где-то полтора стакана овощей, и поэтому получает мало калия. Таким образом, сегодня люди получают много натрия и очень мало калия. В прошлом было совсем иначе. Фруктоза любопытна ещё и тем, что вызывает чувствительность к натрию. Как это способствует выживанию? Если повысить чувствительность к натрию, тело усваивает и удерживает его лучше. Удержание натрия полезно ещё и тем, что помогает повысить артериальное давление. А в прошлом было очень важно не допускать низкого давления из-за нехватки натрия. Ведь нужно было постоянное давление, чтобы нутриенты и кислород доходили до разных органов и мозга. Далее, абдоминальное ожирение. Как оно способствует выживанию? Что ж, мы запасаем топливо на чёрный день. Вот что такое жир. Это механизм выживания. И у нас много свободного места в брюшной полости. Почти безгранично много. Ну, не совсем безгранично, но в области талии можно хранить огромное количество энергии. И это механизм выживания в голодные времена. Конечно, сегодня люди употребляют чуточку больше фруктозы, чем в древности, да? Фрукты доступны нам круглосуточно, в течение всего года. Мёд тоже доступен. Как и другие продукты с фруктозой. Вроде высокофруктозного кукурузного сиропа. То есть мы её пьём. Даже столовый сахар — это наполовину фруктоза. Итак, фруктоза практически везде. А что насчёт инсулинорезистентности? Способствует ли она выживанию? Несомненно. Во-первых, инсулинорезистентность защищает от токсичности глюкозы. Из-за высокой резистентности рецепторов к инсулину клетки поглощают меньше глюкозы. Ведь избыток глюкозы токсичен. Так что инсулинорезистентность защищает и от глюкозы, и от инсулина. Инсулинорезистентности сопутствует ещё кое-что, что помогает выживать. И это глюконеогенез. Это создание нового сахара без участия углеводов. Так вот, у людей с преддиабетом, а у них есть инсулинорезистентность, вырабатывается больше глюкозы. Но эта глюкоза не из пищи. Её создаёт печень из других источников. Отсюда феномен утренней зари. Утром человек просыпается с высокой глюкозой в крови, хотя, возможно, он не ел глюкозу накануне. Это просто значит, что у него инсулинорезистентность. Из-за этого печень вырабатывает больше глюкозы. Это происходит и при диабете. Часть избыточной глюкозы в крови диабетика поступает не из сахара, который он ест, а из печени, которая вырабатывает много сахара. В чём польза глюконеогенеза для выживания? Во-первых, он помогает защититься от гипогликемии. Ведь мозг отчасти нуждается в глюкозе, а её может вырабатывать само тело. И когда глюкозы мало, глюконеогенез может помочь мозгу в режиме выживания. Но сегодня это вышло из-под контроля. Ведь у нас слишком много сахара и слишком много глюконеогенеза. Следующее, о чём я хочу рассказать, — это мочевая кислота. Вероятно, вы уже знаете, что употребление фруктозы вызывает скачок мочевой кислоты. Как мочевая кислота связана с выживанием? Во-первых, мочевая кислота — мощный антиоксидант. Так что она защищает нас от окисления. Окисление чего? Что ж, фруктозы. Фруктоза — это вид сахара. Она окисляется внутри сосудов и вызывает много повреждений, если только нет каких-то защитных факторов. И один из них — мочевая кислота. Но мочевая кислота позволяет хорошо предсказывать гипертонию и болезни сердца. Мочевая кислота повышает давление. Как это помогает выжить? Что ж, как я уже сказал, нехватка натрия приводит к низкому артериальному давлению. А такое сочетание факторов не помогает выжить. Итак, мочевая кислота нужна, чтобы помочь повысить артериальное давление, когда в организме мало натрия. Итак, в прошлом мочевая кислота была одним из факторов, которые повышали давление. Конечно, сегодня, когда фруктозы и соли много, мочевая кислота — это огромная проблема, очень большая. И мочевая кислота напрямую повышает чувствительность к соли. Сегодня чувствительным к соли людям мы говорим есть меньше соли. Но на самом деле им нужно есть меньше фруктозы и употреблять больше минерала, о котором я говорил — калия. Очень давно наше тело эволюционировало в присутствии калия. Люди ели его намного больше, чем сегодня. Если у вас много калия, вам не страшны намного большие количества натрия. И высокий уровень калия замечательно снижает высокое артериальное давление. Итак, когда речь идёт о гипертонии, мы не обязательно избегаем фруктозы. Что же мы делаем? Избегаем соли. Если же вы понимаете эти механизмы, вы можете очень легко контролировать своё давление. Употребляйте больше калия, откажитесь от сахаров, особенно от фруктозы. А что касается натрия, то если у вас достаточно калия, должно быть два к одному. Калия в два раза больше, чем натрия, то вы будете в полном порядке. Кроме того, мочевая кислота связана с иммунной воспалительной реакцией. Она помогает бороться с инфекциями и так далее. В прошлом это помогало людям выживать. А сегодня от избытка мочевой кислоты у нас воспаление во всём теле, особенно в больших пальцах ног, подагра. Ещё один очень интересный механизм выживания — это просто запасы жира и запасы глюкозы в виде гликогена. Гликоген — это запасённая глюкоза. Интерес представляет их связь с водой. В трудные времена, когда у людей было мало воды, им помогало то, что при сжигании жира выделяется вода. На самом деле при сжигании всего лишь 1,1 грамма жира выделяется 1 грамм воды. Любопытно. Так что это механизм выживания, который защищает от обезвоживания. То же самое с гликогеном. Если вы представите себе цепочку молекул глюкозы, они соединены друг с другом и с большим количеством воды. И при сжигании 1 грамма глюкозы выделяется 3,5 грамма воды. Так что у нас высвобождается много воды при сжигании глюкозы из гликогена. В прошлом, когда люди ели фруктозу, они получали с ней много антиоксидантов, ведь они ели фрукты. И фрукты были не такие сладкие, как сегодня. И обычно во фруктах есть антиоксиданты. Антиоксиданты защищают от окислительных повреждений, вызванных фруктозой. Они устраняют осложнение от высокого уровня сахара. Поэтому у диабетика будет намного меньше проблем, если он получает ещё и антиоксиданты, сопутствующие этому сахару, в отличие от чистых сахаров, когда он просто пьёт высокофруктозный кукурузный сироп. В связи с антиоксидантами хочу сказать пару слов о витамине С. Это интересно. По химическому строению витамин С очень похож на глюкозу и на фруктозу. Поэтому чем больше вы употребляете глюкозы и фруктозы, тем больше вам нужно витамина С. Во-первых, он помогает защитить иммунную систему. Также он помогает устранить откислительные повреждения из-за избытка глюкозы. Витамин С может даже блокировать сжигание жира. Так что он на самом деле может помочь выжить, поскольку он отчасти замедляет откисление или сжигание жира. Я не призываю вас отказаться от витамина С, чтобы быстрее похудеть. Это работает не так. Я говорю о том, что витамин С во фруктах защищает от содержащейся в них фруктозы. Итак, когда изучаешь метаболический синдром и читаешь, что некоторые считают его причиной, они говорят переедание, возможно, ожирение, стресс, отсутствие тренировок, возраст. Но если вы правда понимаете всё это, вы едва ли скажете, давайте лечить каждое состояние отдельным препаратом, что совершенно нелогично. Итак, если у вас проблемы с натрием, если у вас проблемы с талией, если у вас проблемы с гипертонией или с мочевой кислотой, то вам надо избегать фруктозы, причём всех её видов. Приглашаю вас на свой курс «Здоровая кета». Он для тех, кто хочет похудеть так, чтобы вес снова не вернулся. На курсе я расскажу, что мешает сжигать жир и что конкретно нужно делать, чтобы исправить это без вреда здоровью. Этот курс прошли уже сотни людей и добились очень стабильных результатов. Присоединяйтесь и вы!